Всем панкейк, друзья! Многие из нас знают о мегалодонах, но не так много людей слышали о необычном красном мегалодоне. Ведь совсем недавно учёные открыли новый вид этого древнего морского чудища, который был намного опаснее своего обычного сородича. Так в чём же были его невероятные особенности, и почему именно он был королём океана? Какие ещё гиганты прошлого известны науке? Об этом и не только мы расскажем в сегодняшнем выпуске. Погнали! Для начала разберёмся, кто такие вообще мегалодоны. Мегалодон — это огромных размеров акул, обитавшая примерно от 2 до 23 миллионов лет тому назад. Впрочем, некоторые учёные сообщают о ещё более древних находках, связанных с этим чудовищем. Мегалодон был одним из самых страшных, сильных и неуязвимых хищников, когда-либо существовавших на нашей планете. Это гигантское животное бороздило просторы океана, практически не оставляя шансов той живности, которой не посчастливилось встретиться ему на пути. Вымершая гигантская акула была настоящей машиной смерти, более идеального убийцу подобных размеров природа ещё никогда не создавала. Не случайно именно этот персонаж является главным во многих фильмах ужасов про океанические глубины. О размерах этого хищника мы можем судить исключительно по информации, полученный от исследователей, которые изучали и изучают ископаемые останки мегалодона. От них же мы узнали и другие удивительные факты, которыми спешим поделиться с вами. На планете Земля, если выделить отдельно Южный океан, имеется пять огромных океанов, которые покрывают 71% её поверхности. Объём воды в этих океанах составляет более 1,3 миллиардов кубических километров. Учитывая масштабы водной стихии, неудивительно, что человечество, по мнению учёных, даже с помощью современных эхолокационных технологий изучило всего лишь менее 10% мирового океана. Мы на самом деле не знаем, что может скрываться под толщей воды, даже несравнительно небольших глубинах. Именно поэтому нас и ожидают сюрпризы. Так случилось в 1928 и 1933 годах, когда несколько человек сообщили о том, что наблюдали огромную акулу длиной более 12 метров. Произошло это у побережья Южного острова Новой Зеландии, возле поселения Рангиора. Чуть ранее, в 1918 году, у австралийского натуралиста по имени Дэвид Стетт состоялась беседа с группой ныряльщиков, которые рыбачили вблизи острова Броттона, штат Новый Южный Уэльс, Австралия. Рыбаки рассказали ему об огромной акуле размером с синего кита, которая неожиданно всплыла из глубины, а затем сожрала все их ловушки с лобстерами. При этом диаметр каждой ловушки был около одного метра. По словам ныряльщиков, вода буквально вскипела возле плавающей акулы. Мужчины были настолько испуганы, что в тот день отказались возвращаться в воду. Впрочем, несмотря на эти свидетельства о недавних появлениях мегалодона, считается, что гигантская акула вымерла около 2,6 миллионов лет тому назад. Мегалодон в среднем весил от 50 до 70 тонн при длине тела примерно 11-13 метров. Однако наиболее крупные особи могли достигать веса в 100 тонн и 20-метровой длины. Так или иначе, мегалодон был самым мощным хищником в воде. Чтобы осознать эти размеры, необходимо представить себе огромного зверя с острыми, как бритва зубами. Размер этого животного сопоставим с размером большого туристического двухэтажного автобуса. Гигантский плезиозавр под названием Кронозавр и его собрат Леоплевродон, хотя являлись крупными морскими хищниками мезозойской эры, обладали все же недостаточно крупными размерами по сравнению с мегалодоном. Да и весили они не более 40 тонн. Способ убийства мегалодоном своих жертв был жестоким. В отличие от других акул, которые атакуют целес в мягкие ткани, такие как низ живота или плавники, мегалодон имел возможность прокусывать даже кости. Учеными были обнаружены окаменелые останки кита, на костях которого сохранились следы компрессионных переломов со стороны живота, оставленных мегалодоном, ударившим своей мордой снизу. Очевидно, удар был такой силы, что должен был оглушить жертву, после чего хищник мог приступать к ее пожиранию. Существуют также находки окаменелых костей скелетов китов со следами от зубов древней акулы. Ученые считают, что мегалодоны путешествовали группами. Таким образом, они представляли страшную и непобедимую силу в водах того периода истории планеты. Само название мегалодон переводится с греческого как «большой зуб». Это имя как нельзя лучше подходит данному животному. Размеры его зубов в длину составляли от 7 до 18 сантиметров. При этом охотники за зубами не теряют надежды найти еще большие экземпляры. Впрочем, и 18-сантиметровые зубы – это достаточно редкие находки. Их было найдено очень мало. На черном рынке цена таких зубов может достигать десятков тысяч долларов. 8-сантиметровый зуб большой взрослой белой акулы вполне сопоставим по размерам с зубом детеныша мегалодона. Акулы постоянно обновляют свои зубы, теряя до 20 тысяч зубов в течение всей своей жизни. Чаще всего они ломают их от тела своих жертв. Но акулам повезло. В их пасти имеется 5 рядов зубов, поэтому такие потери проходят незаметно. Большинство зубов мегалодонов, которые продаются или продавались онлайн, являются изношенными. Очевидно, причина в том, что эта акула большую часть своей жизни проводила охотясь и питаясь. Похоже на то, что этот гигант редко чувствовал себя сытым. Такие огромные хищные создания, которыми являлись мегалодоны, должны были иметь нешуточный аппетит. Пасть древней акулы в раскрытом состоянии могла достигать колоссальных размеров – 3,5 на 2,5 метра. Они могли сожрать жертву любых размеров – от мелких животных, типа дельфинов, других акул и морских черепах, до огромных горбатых китов, благодаря своим мощным челюстям, сила укуса которых могла составлять примерно от 110 тысяч до 180 тысяч ньютонов. Таким образом, мегалодон наносил страшные раны, круша кости жертвы. Как уже говорилось ранее, учеными были найдены окаменелые останки костей скелета китов с отметинами от укусов мегалодона. Благодаря этим находкам ученым удалось изучить то, как именно страшные хищники пожирали своих жертв. В некоторых костях даже сохранились кусочки кончиков зубов мегалодона, которые обламывались при нападении древних акул. В наши дни большие белые акулы также охотятся на китов, но предпочитают нападать на детенышей или же на ослабленных и раненых взрослых особей, которых легче убить. В период расцвета своего существования древнюю акулу мегалодона можно было встретить в океанах по всему миру. Об этом говорят находки в виде зубов этого хищника, которые находят практически везде. А каменелые останки, принадлежащие этим гигантским тварям, были найдены в Северной и Южной Америке, Европе, Африке, Пуэрто-Рико, на Кубе, Ямайке, Канарских островах, в Австралии, Новой Зеландии, Японии, Мальте, у островов Гренадины и в Индии. Иными словами, если эти территории миллионы лет назад находились под водой и в них была еда, значит мегалодон тоже там обитал. Считается, что продолжительность жизни древней акулы составляла от 20 до 40 лет, однако не исключено, что некоторые представители этого вида жили дольше. Еще одним преимуществом, которым обладали мегалодоны, являлось то, что они были геотермическими животными. Это означает, что эти гигантские акулы могли поддерживать постоянную температуру своего тела вне зависимости от температуры внешней среды. Таким образом, мировой океан всей планеты был открыт для мегалодонов. Сейчас эта древняя акула является объектом внимания главным образом криптозоологов. И действительно, шансов, что мы когда-нибудь столкнемся с живым мегалодоном, практически нет. Несмотря на это, не стоит забывать, к примеру, о латимерии кистеперой рыбе, которая оказалась живым ископаемым, или о крабе йети, проживающем в районе гидротермальных жерл, пушистом крабе, который был обнаружен лишь в 2005 году, когда подводная лодка опустилась на глубину 2200 метров. Довольно сложно представить, что такой огромный хищник, каким является мегалодон, мог обитать где-нибудь, кроме самых глубоких частей мирового океана. Однако, как показывают последние находки, эти акулы предпочитали плавать вблизи прибрежных зон. Пребывание в теплых, неглубоких прибрежных водах позволяло мегалодонам эффективно давать потомство. Исследователи из Университета Флориды, США, рассказали об обнаружении окаменелых останков возрастом 10 миллионов лет совсем юных мегалодонов в Панаме. Было обнаружено более 400 окаменелых зубов, собранных на мелководье. Все эти зубы принадлежат совсем маленьким детенышам древних акул. Аналогичные останки детенышей были найдены в так называемой долине костей во Флориде, а также в прибрежных зонах округа Калверт, Мэриленд, США. И хотя новорожденные мегалодоны уже поражали своими размерами, в среднем от 2,1 до 4 метров, что сопоставимо с размерами современных акул, они были уязвимы для различных хищников, в том числе и для других акул. Океан — это крайне опасное место для любых новорожденных хищников, поэтому акулы старались держаться мелководье, чтобы дать своему потомству максимальные шансы на выживание. Мегалодоны не только имели исполинские размеры, они также были очень быстрыми для своих размеров. В 1926 году исследователь по фамилии Лериш сделал поразительное открытие, обнаружив более-менее сохранившийся позвоночный столб мегалодона. Этот столб состоял из 150 позвонков. Благодаря этой находке исследователи получили возможность узнать гораздо больше о поведении и повадках этих гигантских акул. Изучив форму позвонка, ученые пришли к выводу, что мегалодон вцеплялся в жертву своими мощными челюстями, а затем начинал двигать голову из стороны в сторону, стараясь оторвать кусок плоти от костей. Именно эта манера охоты и делала древнюю акулу столь опасным хищником. Попав к ней в челюсти, у жертвы не было никакой возможности вырваться оттуда. Опять же, благодаря форме своего тела мегалодон мог развивать скорость 32 и более километров в час. Белые акулы в рывке развивают и большую скорость, однако для габаритов мегалодона его скорость считается просто невероятной. Считается, что в обычном состоянии древние акулы перемещались со средней скоростью в 18 километров в час. Но и этой скорости мегалодону хватало, чтобы быть быстрее многих других видов в океане. Впрочем, если верить другим специалистам, в частности именитым ученым из зоологического общества Лондона, эта скорость была выше. Некоторые исследователи считают, что мегалодон имел возможность перемещаться в воде со средней скоростью, которая превышает среднюю скорость любой современной акулы. Несмотря на тот факт, что не существует прямых доказательств того, как именно и почему эти древние акулы начали вымирать, многие специалисты предполагают, что этому в немалой степени поспособствовал огромный аппетит этих хищников. Около 2,6 миллионов лет тому назад уровень мирового океана начал резко изменяться, что оказало значительное влияние на многие виды, которые являлись основным источником пищи для гигантских акул. В этот период времени вымерло более трети всех морских млекопитающих. Оставшиеся в живых виды более мелких размеров, которые могли стать добычей мегалодона, зачастую становились источником пищи для более мелких и юрких хищников океана. Как бы то ни было, конкуренция была очень жесткая. При этом мегалодон все также нуждался в огромных количествах пищи ежедневно, которая позволяла бы ему поддерживать свою температуру тела на уровне, необходимом для его выживания. Рассвет популяции мегалодонов пришелся примерно на середину миоценовой эпохи, которая началась около 23 миллионов лет назад и закончилась примерно 5,3 миллиона лет назад. К концу этой эпохи мегалодона можно было обнаружить главным образом у берегов Европы, Северной Америки и в Индийском океане. Ближе к периоду массового вымирания, то есть около 2,5 миллионов лет тому назад, древние акулы стали мигрировать к побережью Южной Америки, Азии и Австралии. В 17 веке датский натуралист Николас Стена пытался определить происхождение найденных им зубов мегалодона. До этого периода человечество никак не связывало подобные находки с гигантскими акулами, обитавшими миллионы лет назад, да и не могло связывать. В те годы зубы мегалодона именовали не иначе, как каменными языками. Люди искренне считали, что это были вовсе не зубы, а языки драконов или гигантских змеевидных ящеров, похожих на драконов, в существовании которых тогда мало кто сомневался. Было широко распространено мнение, согласно которому дракон мог терять кончик своего языка в схватке или в момент смерти, который затем превращался в камень. Кончики языков драконов, то есть зубы мегалодонов, охотно собирали обыватели, которые верили, что они являются талисманами, предохраняющими от укусов и отравлений. И когда Стэна пришел к выводу, что эти каменные треугольники вовсе не кончики языков драконов, а зубы огромной акулы, мифы о драконах стали постепенно уходить в прошлое. Вместо них появились реальные доказательства существовавших ранее других монстров. В 2013 году, когда человечество уже привыкло к тому, что просторы океана стали относительно безопасными, канал Discovery Channel выпустил псевдодокументальный фильм под названием «Мегалодон. Акула. Монстр. Жива». В этом фильме, показанном на канале в рамках так называемой «Акульей недели», были продемонстрированы якобы реальные факты существования мегалодона в наше время, включающие в себя архивные фото времен Второй мировой войны. Если верить этим фотографиям, то длина только одного хвоста акулы должна была быть не менее 19 метров. Впрочем, данное кино не впечатлило никого, кроме обычных обывателей. Да и те в конечном итоге высказались наряду с критиками, крайне негативно об обмане Discovery. Как оказалось, ученые и свидетели, которых представляли в этом кино, являлись обычными актерами. Впрочем, гневные отзывы зрителей не произвели на Discovery особого впечатления, так как канал уже в 2014 году снял о мегалодоне такое же псевдодокументальное продолжение фильма. А теперь самое интересное. Не так давно специалисты обнаружили еще один вид мегалодона, который был во много раз опаснее известного ранее. Красные мегалодоны по длине были короче, чем серые, но это не делало их менее опасными. Дело в том, что красные мегалодоны были быстрее и ловчее, и они могли отнимать у серых мегалодонов добычу настолько быстрыми и сильными они были. К тому же они также могли охотиться стаями, нападая на более крупных рыб, и сопротивляться такой стае было просто невозможно. Правда, стае приходилось часто мигрировать, потому что при такой результативной охоте добыча быстро заканчивалась. Были ли еще среди древних чудовищ те, кто мог бы сравниться по своим размерам и силе с мегалодоном? Еще как, и сейчас мы о них расскажем. Сарказух — это гигантские крокодилы, которые в длину могли достигать 8 метров. Мы с вами отлично понимаем, что современные крокодилы гораздо меньше. Сарказухи обладали завидным набором очень острых зубов, которые археологи находят и по сей день. И именно благодаря этим находкам ученым удалось установить размеры этих рептилий. Следует отметить, что сарказухи были настолько большими, что спокойно могли питаться динозаврами, чем, собственно говоря, они регулярно и занимались. Лиоплевродоны — это, пожалуй, один из самых опасных хищников юрского периода, которые населяли все моря и океаны, которые сейчас населяют акулы. Они были крайне опасны. Их длина могла достигать 7 метров, а острые зубы были длиной 7 сантиметров. Лиоплевродоны могли очень быстро передвигаться благодаря четырем узким ластам и поэтому загоняли любое животное, обитавшее в море. Им иногда приходилось выныривать, чтобы набрать воздуха, но таким образом они могли перемещаться на очень длинные расстояния. Базилозавр — это древнее животное, является родственником современных китов. Их длина была около 21 метра, и они обитали в теплых водах, где могли охотиться на других китов. Скелет найденного базилозавра помог подтвердить теорию эволюции. У найденных особей были обнаружены рудиментарные ноги длиной 60 сантиметров. Поэтому такая находка внесла существенный вклад в изучение теории эволюции. Итак, дорогие друзья, надеемся, что наш выпуск оказался вам интересен и полезен. Конечно, можно еще долго рассуждать о том, существуют ли в наше время эти загадочные древние существа, ведь океан до сих пор практически не изучен. И кто знает, что скрывается в его глубинах? Ученые и исследователи будут еще много спорить об этом. Ну а мы с вами на этом прощаемся и ждем встречи в новых выпусках. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. Пока!